Ну, такой первый короткий вопрос из Чехова. Что означает выражение «страшно впасть в руки Бога Живого» и почему страшно? Человек может испытать чувства, подобные тому, которые испытал апостол Пётр. И когда, увидев чудесный лов рыбы, сказал «выйди от меня, Господи, я человек грешный». Потому что человек действительно существует весьма грешно, с головой погружен в такую стихию греха. И когда он непосредственно оказывается вблизи Бога, его хватает благоговейный ужас. Поэтому страшно впасть в руки Бога Живого. Потому что для большинства людей, даже молящихся, люди не приближаются к нему. Молятся, как будто он находится очень далеко. И поэтому нет такого ощущения. Но если у человека, вот, по милости Божией, откроется сердце, он Бог даст это почувствовать. То есть этот страх, нет страх перед истязателем, а совсем другое. Нет, ну это, разумеется, имеется в виду страх Божий, конечно. Не есть ли фарисейство и лицемерие, если супруги, не создавшие домашнюю церковь, не воспитавшие детей христианами, не имеющие ни душевной, ни духовной, ни телесной близости, продолжают жить в таком браке. Только потому, что этот брак венчаный и его расторжение находится под церковным запретом. Кроме нескольких исключений, например, нужно стать горьким пьяницей или сесть в тюрьму, а иначе никак. Не есть. Ответ будет крат. Продолжается тема. Я понимаю, к чему человек клонит, понимаю его проблемы, понимаю, что он хотел бы освободиться и начать все сначала, вот где-то на другом поприще. Ну, тем не менее, вот, к фарисейству это не имеет отношения. Никакий семейный. Как бы человек ни натягивал. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Батюшка, ответьте вот на такой вопрос. Вот в многодневном крестном ходе, я когда исповедовала, священник мне говорил, что я исповедую душевные грехи, а не духовные. Вот в чем разница на примерах? Покажите, вот расскажите как-то. Ну, очень просто. Человек трех составен. Тело, душа и дух. Духовная часть человека – это то, что относится к спасению души. Молитва, пост, добрые дела. Душевная – это сфера жизни, которая вот задевает такие вещи, как искусство, которым любуется человек, или если это музыка, то слушает. Это поэзия, созерцание, ну, всяких красивых мест. Вот телесное – это еда, питье. Такие вот, то, что мы познаем через нашу телесную жизнь. Вот и все, поэтому, может быть, вы действительно как-то больше замечаете всякие свои душевные недуги, ну, вот, а духовные пропускаете, не давая самому вниманию на этом сосредоточиться, поэтому священник вам вот так и сказал. Еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Борис. У меня вопрос по Ветхому Завету, числа, 12 глава. Вот там с первого стиха и дальше Мариам упрекал Иоарон Моисея с женой Эфаплянку, которую он взял, ибо он взял ее за себя, Эфаплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам. И услышал все Господь, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И там дальше много. И потом Мариам, она была проказой наказана. А вот Иоарон, вот он взглянул на нее, она вся в проказе. Он стал просить Моисея, чтобы он ее исцелил. И вот у меня вот такой вопрос возник. Я, конечно, не могу Господу указать, почему же вот Мариам была сразу наказана, а Иоарон не был наказан. Они оба упрекали одинаковое преступление. Но, может быть, потому что Иоарону предстояло еще служение, которому дал Господь. Понимаете? Суд Божий. Это не суд человеческий. Это совсем все другое. Как правильно вести себя родителям, и чем помочь подростку, если он охладевает к церковной жизни, посещению храмов и исповеди к причастию? Помочь можно человеку, который хочет что-то сделать. Человек, который не хочет делать, то ему помочь нельзя. Тут при воспитании следующих детей нужно помочь родителям, потому что нормальный ребенок при нормальном воспитании он всегда хочет быть как папа. И если сын не идет за отцом, то это значит уже недостаток воспитания. Значит, этого маленького человека больше воспитывает класс в школе, или, может быть, его воспитывает интернет, или, может быть, его воспитывает эстрада. Тут нужно помогать родителям. Если ребенок вот так ускользает, тут ясно, что у нее возникли новые предпочтения. А поведение родителей должно быть так тонко устроено, чтобы для него всегда пример отца это была самая главная жизнь. Хотелось бы так устроить. Вот я и рассказываю, как хотелось бы, но это очень у малого числа людей получается. Получается, да. Ну, получается. А вот в этой ситуации каких, ну, так скажем, движений, что они могут сделать? Ну, тут тоже. Надо постараться с ним подружиться, как бы, открыть вторую волну, вникнуть в его жизнь, не ругая, не коря, потому что, вот известно же, в среднем родители с детьми общаются 8 минут в сутки. А чем? Да. Как помочь ребенку не вырасти эгоистом в однодетной семье? Ну, нужно организовать ему такую жизнь, в которой бы он заботился. И его в этом поощрить. чтобы он обязательно вот от этого плода вкусил. И тогда вкусивши, действительно, сладости вот этого плода добродел, человек не оставит его. эгоистом не вырастет. Но эгоизм, он ничего не дает человеку, только опустошает. А вот доброделание, поощряемое старшими, то творит чудеса. родители, которые все для ребеночка, для ребеночка, то, конечно, тут однодетное или многодетное не играет роли. Никакой. Там еще дедушки, бабушки подключаются к любви такой. Да, да, да. Поэтому, наоборот, надо всегда думать о душе человека. Но, к сожалению, вот такая советская любовь, когда пусть вот наши дети, ну, пусть. Пусть он будет чудовище с нравственной точки зрения. Но вот, к сожалению, очень плохие результаты. Вреден ли спортивный азарт для души человека, в частности, души ребенка? Мой сын очень увлечен футболом, занимается спортивной секцией, часто смотрит футбольные матчи. Ну, конечно, вреден. В избытке все вредно. Вот, что угодно, когда, допустим, человек целым день читает, это вредно. Человек, когда без конца смотрит футбол, 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 это вредно. Если человек все время ест, то это вредно. Как уберечь тогда этого парня от азарта? Надо за всем следить. Надо профессионально и научно заниматься тем ребенком, которого Господь подарил. С первых дней его жизни. А лучше бы и раньше. Еще когда он в утробе мамочки своей. Да, к сожалению, похватывается поздновато. Если поздновато упущено, то есть потом все это не достигнешь. наверное у подавляющего большинства, может быть даже и радиослушателей уже ситуация или такая, или почти такая. Но обычно к церкви обращаются уже в крайнем. Ну да, когда уголовное дело заведено там. И проявляют полную беспомощь. Батюшка, может вы с ним поговорите, а ему этот батюшка, как теперь они говорят, фиолетово. или параллельно еще? Параллельно это я не слышал. Вопрос. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот я иногда тружусь волонтером в доме престарелых и бывают такие случаи, когда вот люди умирают у нас на глазах. Недавно была такая вот как бы ситуация, женщина, уже были последние минуты ее жизни, она так кричала, причем у нее крик был не от боли, а такой животный страх. Еще врач подошла к ней и говорит, что страшно умирать. У меня вопрос, вот в такой момент мы волонтеры, как мы умеряне, можем принять у человека исповедь или нет, или если можно, то как это делается? И чем мы можем вот последние минуты жизни вот как бы облегчить, наверное, что мы можем сделать? Ну, это зависит от состояния человека. Его можно перекрестить, можно сказать, а не хочешь ли выпить глоток святой воды? Или там, хочешь, я тебе подержу за руку? Вот. Или спросить, знаешь ли ты, какую молитву? Как ты хочешь, сам прочитать? Или я прочитаю, это послушаешь? Вот так можно. Исповедь тоже можно принять. Вы только не сможете отпустить грехи, а исповедовать сам Господь через апостола сказал, что исповедуйте друг друга согрешения и молитесь друг за друга. Как обрести доверие к Богу, что этому помогает? Помогает чистая совесть. Даже не какие-то дела и не... Не, ну что значит доверие к Богу? Ты кто такой червячок? Ну, так имеется ввиду, наверное, как-то положиться на промысел, на волю Божию положиться. Ну так что же? Это просто человек не имеет понятия никакого о Боге. Бог личность совершенная. А на тетю и с дядей что ли положиться? Не надейтесь и на князе. Ну, конечно. Так далее. Такие вот вопросы даже страшно слушать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. это Виктор вводит с Ленинградской области. И у меня такой хочу вопрос задать. Есть решение синодальной комиссии по профессору Осипову, что у него, так сказать, есть свое личное мнение. А, в чем ваш вопрос-то? Так вот вопрос, есть решение синодальной комиссии? Есть решение комиссии, вопрос ваш в чем? Вопрос в чем заключается? Он же профессор Осипов свое мнение личное высказывает? Ну, да, конечно, высказывает, а почему бы и нет? Ну, вот, если он решение свое личное высказывает? Высказывает. Да, но имеет все право. Ну, вот в чем вопрос. Ну, наконец-то, ура! Вот в чем вопрос. Так, у него уже в разрез исходит его... Есть решение комиссии, вопрос ваш. Ну, да. Радио не выключу. Может ли молитва быть во вред и осуждение молящимися? Я не имею в виду молитвы о злых делах. Может. В каких случаях вы, видимо, интересуетесь? Ну, например, человек с раздражением молит. И не о том, чтобы он не раздражался, а о чем-то другом. Да. Какой вред для души несет общение подростков в социальных сетях? Ну, обычно оно неумеренное. Я говорю, любая неумеренность, она надламывает человеческую личность. Ну, и потом, человек отвыкает от нормального общения. Общение в социальных сетях, оно ненормальное. Потому что там, во-первых, многие общаются, не зная друг друга. И никогда ее не узнал. Да. Это тоже, что это за общение. Это такая вот бесконечная игра. Ну, сколько же можно играть? Да, и человек становится очень несвободным, потому что в любой момент выдергивают опять в виртуальную жизнь. Да, и тут очень много всяких. Возникает зависимость такая сродни наркотической. от лайков, одобрили, не одобрили, заметили, не заметили, что написали. Вот человек становится рабом. Как рабом папиросы, наркотика, еще каких-то там. Может быть, даже пострашнее. Нет, известно уже случай смерти подростков за компьютером. настолько его поглощает этот наркотик, что он погибает без пищи и воды. То есть настолько властно завладевает. Как правильно влюбляться в 13, 14, 15 лет? Что можно, что нельзя? Какая сторона отношений в этом возрасте главная? Вот интересный этот вопрос от подростка, от взрослого. Да, это не так важно. Это звучит смешно. Смешно. Что значит правильно влюбляться? Влюбляться вообще неправильно, потому что это есть такое заболевание. Когда человек теряет здравый смысл. перестает что-то слышать, перестает учиться и ведет себя как психически больной. Может быть это уже не то состояние влюбленности? А так это просто в человеке пробуждаются некоторые силы с возрастом, которые неуправляемы, а общество наше всячески поощряет и это все превозносится. Человек считается, что это какой-то такой ценностью. Ну, как расцвечивает красками жизнь, страсть сразу возникает, собственно говоря. То есть влюбленность тут же переходит в страсть, не останавливаясь на том положительном, что могло быть. Страдания там и так далее. Очень быстро переходит моментально практически. Слушай, Адам, увидев Еву, можно сказать, что он влюбился, но страстности вот этой не было и зависимости не было. Конечно. Была совсем другая влюбленность. Хотелось бы всем такой же влюбленности пожелать. Нет, Всемирная организация здравоохранения говорит о влюбленности, когда заболевали. Поэтому, к сожалению, воспитанные на классической литературе девушки, молодые люди некоторые, они считают, что если влюбленности не было или нет, то катастрофа, семью создать не могу. А дело не в семье, семья это совершенно другая задача. Что любви не будет, раз не было влюбленности. Ну вот влюбленность была у Анны Карениной, вот закончилась она под поездом. Ромео и Джульетта была влюбленность? Была. Оба покончили с собой. А вот если положительный пример взять из жизни вот тех семей, которые вы знаете, начиналось у кого-то с влюбленности? Нет. Влюбленность это вещь в некотором смысле естественная. Ну, во-первых, интерес к противоположному полу. ну, это должно быть чувство благоговения, а не сразу стремлением обладать, какие-то страсти, по телевизору все время показывают там всякие месть, ревность, люди убивают друг друга, я где-то слышал, что влюбленность дается человеку для того, чтобы он преодолел свое эго и сделал какой-то шаг, который раньше не решался, не в смысле страсти, а именно... Все человеческие чувства даны Богу. Зачем? Да. Гнев, например. Он нужен человеку? Нужен. Только дело в том, как человек этим управляет и на что это направлено. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые батюшки. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, что такое гипноз и как быть православным должен относиться к нему? Спасибо, Господи. А при чем тут православный? Что такое грипп? Как православный должен относиться к гриппу? Ну, стараться беречься от него. Так и гипноз. Гипноз – это способность человека подпадать под влияние вот этих манипуляций, которые воздействуют на психику человека. Гипноз используется в медицинских целях, используется для в эстраде, чтобы показывать всякие в кавычках чудеса, чтобы с людей деньги брать. Говорят, гипноз даже используется для того, чтобы развязать человеку язык, когда допрашивают какого-то преступника. Как православный человек должен относиться? Что тут относиться? Если вам предлагают вас загипнотизировать, могу дать бесплатный совет, откажитесь. Вопрос, вызывающий улыбку. Правда ли, если выдержишь искушение, то в следующий раз этот бес будет действовать уже не с такой силой? Неправда. Такое ощущение, что человек, собственно говоря, не обращает внимания на то, что с ним происходит, когда он пытается удержаться от какого-то греха. Ну, а потом нет такого динамометра, который мог бы эту силу измерить. Если скорби, как говорит отец Дмитрий, посылаются Богом для очищения души человека, то значит ли это, что все болящие, немощные, убогие, отчаявшиеся наиболее любимы Богом и должны только радоваться такой любви Божьей и благодарить Господи, спасибо Тебе за все? Или что настоящая любовь возможна только через скорби, а все люди счастливые на земле. На самом деле ее настоящую любовь просто не познали. Это так запутанно, что я ничего не понял. Ну, если пытаться выделить... А зачем? Да, тут, в общем, такой... Я отступаю, родненький, ты во всем прав. Прости дурака старого. И все, совершенно спокойно. Что тут? Это выше моего разумения. Вот этот заворот. Если при жизни моя бабушка на исповеди говорила, что грешна во всем, а дальше говорила, что может, что-нибудь сказала не так или действовала не так, была ли действительно ее исповедь? ну, исповедь была, безусловно, но было ли покаяние, это только знает Господь. Потому что исповедь это вещь хорошая, но это только вот МРТ, то есть для постановки диагноза, но никого еще аппарат МРТ не вылечил. это только для того, чтобы заглянуть внутрь организма. Как и УЗИ, как и КТ, даже и исповедь. Человек ставит сам себе диагноз. Без всякого насилия, это он сообщает Господу в присутствии священника, вот в чем ему нужна помощь. А если что-то когда-то может быть кому-то что-то сказал. Представляешь, я приходил человек к врачу, он говорит, ну, на что жалуюсь? доктор, да это вообще ни на что. Ну, а что вас привело? Да я вообще сам не знаю. Диспенсеризация. Ну, диспенсеризация это понятно, что привело. Надо пройти, поставить галочки там разные. Вот если хотите там поправить свое здоровье, то можно сделать анализы, посмотреть, что там у вас не хватает в организме. Может быть, что угодно и какие-то параметры не соответствуют норме. Или, наоборот, повышены. У вас повышенный сахар. Знаете, вот у вас рот не сохнет, сохнет, вот, поздравляю, у вас диабет. Надо менять для начала диету, а потом лекарства начать принимать ежедневно. Иначе ослепнете и вам ноги отрежут. Видимо, услышав заповедь блаженства, Анатолий спрашивает, как стать алчущим и жаждущим правды? Что для этого нужно, кроме того, что я у Бога этого буду просить? Правда в переводе на русский язык это означает праведность. Нужно захотеть праведности, выкарабкаться из тины греховной, увидеть свою жизнь, свои поступки, свои слова, мысли и чувства и ужаснуться и начать вызывать к Богу, чтобы Господь помог очиститься. Поступать по правде. Дочке 21 год. Часто беседую с ней на разные темы и даю ответы на вопросы, ссылаясь на Евангелие и учение святых отцов. Но бывает, что не знаю ответа и начинаю отвечать самопроизвольно, размышляя об этой теме на ходу. Но никогда до этого с таким вопросом он не сталкивался. Интересно, что позже нахожу подтверждение того, что говорил в Евангелии или у святых отцов. Означает ли, что это Господь таким образом помогает мне в воспитании дочери? Означает. Конечно. Ну, а потом, если человек и дочери уже давно втолковывает Евангелие и что-то из Писаний отцов, то все-таки сам путь ума этого человека, он ознакомлен с истиной. Поэтому он вполне может вот по искомому ответу найти формулу и ответа на другой. тут ничего такого необычного нет. Как Вы относитесь к инициативе закона о приравнивании сожительства к официальному браку через 5 лет совместного проживания? Я, конечно, отрицательно. Такой тоже вопрос он здесь не сформулирован. Если человек впал в блуд или изменил супругу или супруге, это... А это же и есть впасть в блуд. Ну, прелюбодеяние. Ну, еще шибче. Шибче, да, усугубил. Вот. Следует соответствующая эпитемия от священника, если человек пришел каяться. К этому относятся как к страшному смертному греху, из-за которой, собственно говоря, и в котором покаяние принималось один раз. А вот к таким грехам, как рукоблудие, вот, и некие вольности, которые бывают, относятся гораздо более мягко. хотя, хотя, хотя Господь сказал, что кто посмотрел с вожделением, тот уже пролюбодействовал в сердце своем. Когда это, ну, например, есть варианты греха, когда человек рассматривает или смотрит непристойные фильмы, это довольно часто встречается, или фотографии, в интернете, опять же, на что-то напарывается. Вот, совершают грех, не только вожделение какое-то, ну, и доходят до рукоблудия, вот, к этому относятся довольно мягко. Я не понял, кто, кем относятся. Ну, в церкви, в церкви. Откуда он знает этот человек? Ну, как-то вот так вот сложившийся... Он смотрит порнографию, значит, сам, сам рукоблудничает, сам блудит, прелюбодействует и исповедуется у разных священников. Иногда у разных, конечно, да, тогда он может сделать такой вывод. Ну, только что, его можно поздравить, он никогда с грехом не расстанется. Вот, какой я делаю вывод из этого, так сказать. Нет, в этом вопрос в том, что за блуд или деяние тут же идет серьезная эпитемья и последствия такие, вот такие грехи как-то к ним и раньше вот, народ свидетельствует в том, что относятся все-таки более снисходительно. Но не то, чтобы поощряют, конечно, но... падение может быть со второго этажа, это сломаешь ногу или ничего не сломаешь. Падение может быть с четвертого этажа, это гарантия перелом ног. Падение может быть с седьмого этажа, если позвоночник переломаешь. Падение может быть с девятого и одиннадцатого, это уже покойник. Но падение есть падение. Падение есть падение. Ну, что тут спрашивать? Все понятно, как божий день. Алло, добрый день. Слушаем вас. Здрасте. У меня вот такой вопрос. Вы как-то меня, правда, однажды отчитали, что я со школьной арифметической логикой подхожу к тексту Писания. Но вот еще один вопрос на эту же тему. И с такой же логикой? Ну, возможно, да. Вы подросли чуть-чуть за это время. Давайте я сначала спрошу, а вы потом меня отчитаете, если что. Да я не буду. У меня совсем другое настроение. Ну, в общем, считается, что Бог является всеведущим. Но есть места в Писании, которые этому противоречат. Ну, например, зачем Христос спрашивает апостолов, что говорят обо мне в народе? Ведь он по своему всеведению и так это знает. Конечно. Затем Христос... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Тормозите. Сейчас отвечу. Христос... Самое главное дело его на земле было, когда он пришел, это создание церкви. И из тех, кого он выбрал и позвал. И он должен был их очень многому научить. И вот он задавал им такие наводящие вопросы для того, чтобы вот их мысль направить на определенные вещи, чтобы они не задавали там всяких глупых вопросов, а сами бы чувствовали истинный ответ. Понимаете? Чтобы, ну, вот не делить на номер задачки, не смотреть заранее, что там в ответе написано, и потом подгонять под этот ответ. А чтобы они понимали, в чем смысл математического действия. Вот так же и здесь. И это постоянно на протяжении всех трех лет, пока они с ним ходили, он старался им через вот такие беседы объяснить. Но хотел, чтобы они дошли до этого сами. Как опытный учитель, он старается сделать так, чтобы ученик сам доказал теорему. А потом с помощью этой теоремы уже мог доказывать и другие. Там леммы, и чтобы вот сами понимали, что происходит с числом или с фигурой. Вот, или с алгебраическим выражением. И так далее. Понятно? Все исчез? Зависимость от чужого мнения. Это и есть скрытое проявление тщеславия? Спрашивает Игорь. Не понимаю, как это связано с тщеславием. Если тщеславный, у него все, даже шнурки на ботинках, связано с тщеславием. А так, чтобы какое-то проявление человека было обязательно связано с тщеславием? Че же мнение? Алло, здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло, вы... Я что-то не пойму. Я в эфире, что ли, уже, да? Что? В эфире. Я в эфире? Да. Да. А вы с кем разговариваете, как вы думаете-то? А он так устал. Может, вы его пожалеете отца Димитрия, в другой раз позвоните. Он очень устал. А он же сейчас в эфире? И он в эфире тоже. Безнадежно ждет вопросов. Тем более, ничего не понимает. А я половину не понимаю. В Евангелии от Марка написано «Если стоите на молитве, прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше». Означает ли это, что надо все всем прощать? Или что-то другое? Что-то другое? Сейчас постараюсь, несмотря на всю усталость, это все изъяснить. Мы, конечно, говорили об этом даже не раз. Есть это, надо воспринимать, как притчу. Человек может быть в определенном состоянии. Ну, например, он не простил какую-то обиду. Или что-то его разгневало, и он не может это простить. Вот находится в таком состоянии. В таком состоянии человек не может, ну, как мы говорим, войти в Царствие Небесное. Он себе закрыл все ходы, выходы, форточки, все. Поэтому простить имеется в виду только одно. и избавиться от этого состояния. Господь находит такую формулу прощения. хотя это, может быть, вообще не связано с прощением. А просто нужно сделать над собой усилия и попросить у Бога. А в другом месте Господь говорит, молитесь за обижающих вас. Человек тебя обидел, ты сердит на него, и вдруг ты за него молишься, как за самого близкого родственника. Ну, у тебя все отходит. Вот это и нужно. И двери Царствия Божия опять для тебя на какое-то время открыты. Ты спокоен. На душе у тебя спокойно, хорошо. Мирный Дух. Дух Смирения должен быть у христианин. Некрещенная женщина подает записки в монастырь о своей особшей и крещенной матери. Однажды монах, узнав о том, что сама дочь, подающая записки некрещенная, отказалась принять эти записки. Женщина излагает, как она объяснила вот этой своей родственницы, спрашивают, правильно или нет. Ну и, собственно говоря, если сократить вопрос, какие слова подобрать, чтобы объяснить вот такой поступок. Утешить вот эту женщину, у которой записки о матери не принесли. А зачем она разглагольствует? Как кто? Вот я даже не представляю. Лавра. Огромный там ящик. Очередь. Люди подают записки. О здравии, упокой. И что ирмонах, учененный, который принимает эти записки на сегодняшний день, у всех спрашивают, а ты крещеный, что ли? Ну, тут... Ну, нет, он не спрашивает. Значит, это она сама? Может быть, маленький монастырь могут спросить. Только непонятно, обычно спрашивают, крещеный или те, кто он записал записки. Это ладно. А если я в деревне живу, некрещеный, и еду в город, ко мне обратили жители, вот ты в город едешь, отдай записки. Лошадь вот, записки отдай. На Святую Землю, например, поехали. Да. Тоже бывает. Экскурсант записки. Я играю роль почталья. Непонятно, почему отказать. Может, в такой ситуации. Совершенно непонятно. Поэтому это... Ну, а потом, ирмонах-то, он может быть борящий же. На всю голову. То есть, вот женщина пыталась это объяснить как будто... Да не надо никому ничего объяснять. Просто женщина любит поговорить. Кто у нее пьет, кто у нее крещеный, кто чего. Ну, и это приводит ко всяким странным чудесам. Потому что у нас народ очень учительный и ничего не знает, но хотят всех учить и прочее, прочее. сейчас у нас вопрос поступит, видимо, от радиослушателей. Да не надо. Та есть, есть. Почек, ну, тут вот про канал Спас насчет изменения формата. Можете его как-то прокомментировать? Нравится вам это изменение или нет, если вы это видите? Дело в том, что я, к сожалению, не могу отсматривать, что происходит. Если кому-то что-то не нравится, надо не меня в третийские судьи, а у нас там есть начальство и обращаться по адресу. Какое молитвенное правило для матери девятерых детей четверо дошкольники пять месяцев, девочки болящие. При церкви мама двадцать семь лет. Ну, она сама знает, какое ей правило. Да, может, сама решить. Конечно. Девять детей. Это вопрос элементарный. Можно ли... А, вот, вопрос. Алло, слушаем вас. Добрый вечер, батюшки. Добрый. Значит, у меня вот вопрос такой. Какой смысл? Это из Евангелия от Матфея, что Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. Дело в том, что дьявол, он не может узнать мысли человека. но дьяволу было важно узнать, сын Божий это или нет. И он его по человечеству, так как Христос воспринял на себя человеческую плоть, он его и возносил. то на крыло храма, то показал ему царство, то указывал на камни, чтобы он их в хлебы превратил. Ему было это важно, потому что, ну, для того, чтобы как-то его погубить, соблазнить, Господь все искушения преодолел. Почему он это допустил? Для нашего научения. Что-то человек, который отправляется на поприще служения Богу через церковь, он проходит искушение. И он все вот эти испытания должен претерпеть. И в них победить. И вот мы с тех пор послушно и пост соблюдаем сорокадневный в подражании Господу нашему Иисусу Христу. Постом и в другие дни тоже потом научась именно в посте преодолевать всякие искушения. Вот. Полгода назад я подарил близкому человеку мужчине, с которым мы общаемся и дружим давно, икону Святой Матроны Московской. Подарил от всего сердца, чтобы... В общем, от всего сердца. Он принял икону, а через некоторое время вернул мне ее, сказав, что нельзя держать в доме чужие иконы. Кто-то ему так сказал. Верно ли это или какой-то другой мотив? Нет, там обычное суеверие. Печально. Ну, а что печально? У нас народ очень суеверный. Недаром у нас все вот эти программы оккультного рода, они пользуются большой популярностью. Да. Что тут? Самая простая и зато показала, с кем дружбу водит. Да, вот. И обидно жить. Ну, а что тут обидно? Если, ну, как бы, человек хромает на две ноги, что ж тут обидно? Пожалеть надо. Она в этом аспекте не восприняла. Почему же он так поступил? можно ли дарить? Так спросите у него. Да. Обычное густапсовое суеверие. Через порог там. Это не дарить, это не дарить. Крест не поднимать. Да, крест не поднимать. А если бриллиантовый? ломбард. Ну, все, поднять-то надо. Так, ну, вот запасы вопросов у нас истят, правда, и время, собственно говоря, у нас уже заканчивается. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Дмитрий, вот скажите мне, пожалуйста, вот в Евангелии от Матфея есть такие слова в главе 11 в самом конце. Значит, придите от меня все друждающиеся обремененные. Ну, это все понятно, да? Возьмите иго моё на себя. И научитесь от меня, я как роток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бы мое благо, и бремя мое легко есть. Точка. Да, совершенно правильно. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, а как это выполнить, вот практически иго моё на себя взять? Вот как это сделать? Понятно, объясню. Что такое иго? Иго это есть ермо. Вот в Израиле крестьяне пахали на валах, а валов запрягают не как у нас, потому что мы на лошадях пашем, русские. Там дугу делают над головой лошади, вот две оглобли и вот такая упряжь. И вот уже к этим двум оглоблям плуг монтирует, и он впивается в землю. А там на валах. И вот вместо этой дуги, которую мы используем, там используют ермо. Вот. И валы, вот это ермо, он не дает сквозь плечи вала пройти, оно идет поперек туши вала, вот держит всю эту упряжь, а дальше тоже на ермо монтируются вот эти слеги, которые являются вот направляющими. И это есть образ. Какое же ермо должен взять на себя человек? Какой иго? Иго заповедей Божьих. Все мы люди грешные. Поэтому когда нас бьет вправо, нам хочется сделать уклон влево и слева дать апперкот в скулу, чтобы тот свалился. Но если я взял на себя иго Христово, я должен выпрямиться наоборот и подставить другую, преодолеть себя и поступить так, как меня этому учил Христос. это мне трудно, но я делаю ради Христа. Если я это сделал, значит, я целый шаг прошел по пашне для того, чтобы выросло семя, которое я бросал в землю, чтобы выросло то древо, которое хочет насадить в моей душе Христос. Вот что это значит? Так, сейчас найду вопрос еще один. Ты пока ищи, я тогда дальше. Иго мое благо и бремя мое легко. Если человек поступает так согласно Игу Христову, тогда он скоро убеждается, что это благо. От этого и самому человеку, и окружающим становится легче на земле жить. И Господь человек, человеку, который старается вот это ярмо Христова нести на себе всю жизнь, Господь ему помогает. И он начинает убеждаться, что оказывается вообще не тяжело. Просто этому мешает только гордость. Если гордыню отмести вот и как бы наплевать на общественное мнение, что люди скажут, что будут дразнить, подначить, ты дай ему, дай ему, вот, то это пренебрегать. А слушать только что по этому поводу говорит Христос. И тогда убедимся, что иго это благо, а бремя легко, совсем это не тяжело подставить другую. Это так казалось. Это же гордость, она всячески это запрещала. христос. Продолжение следует...